МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В истории многих государств реформаторы оставили неизгладимый след, благодаря тому, что кардинальным образом повлияли на глобальные обстоятельства и вывели собственную страну из тупиковой ветви развития. Реформы или главенствующую политику реформаторов можно рассматривать как эффективнейший инструмент эволюционного преобразования государства. Именно эволюционного, а не другого. В этом смысле нынешнего президента Кыргызстана Алмазбека Тамбаева можно рассматривать как государственного деятеля, который сумел вырвать общество из объятий постреволюционного хаоса, а главное, он вывел страну на орбиту эволюционного развития. Но всякое движение без дополнительных импульсов обречено на замедление и полную остановку. Главными тормозами в случае с нашим государством сейчас является коррупция и несовершенство судебной системы. Суд переходит к судебному следствию. Нельзя, конечно, не брать во внимание социальные проблемы и пороки, включая бедность, безработицу и миграцию, а также отсталость регионов. Но это и все остальное уже имеют вторичный характер, включая экономику, развитие которой сейчас больше зависимо от таких субъективных факторов, как неформальные реформы. Поэтому высокая значимость грядущих выборов президента. Потому что народ должен выбрать не просто технического исполнителя роли главы государства, а именно реформатора, который и поведет страну по орбите эволюционного преобразования. А вот в ипостасе главного технического исполнителя вполне можно стерпеть креатурную должность премьер-министра. Ведь даже по новой конституции, где значительно усиленной полномочия главы Каббина, он обречен на решение сугубо технических задач. Из разношерстных представителей кандидатов и потенциальных кандидатов в президенты могут встречаться откровенные лгуны, политические болтуны и интриганы, и даже артисты оригинального жанра. Жаль только, реформаторов среди них раз-два и даже раз и обчелся. Есть и чисто технические, креатурные представители регионального пошива, которым уже пророчат место на вершине местного олимпа власти. Вот только нужны ли нам там только технические исполнители? Во всяком случае, тем более на законодательном уровне требуются и ведомые, и ведущие. От последних и зависит участь реформ в нашей стране. Впрочем, подробнее о мировых реформаторах и их реформах мы расскажем, а главное проведем параллели с нашей действительностью в специальном проекте, подготовленном для периода предвыборной агитации, который начинается 10 сентября. До свидания. Во многих государственных больницах, помимо врачей и больных, обычными постояльцами стали тараканы. Об этом явлении мы решили побеседовать с заведующим одной из таких клиник. Здрасте. Почему у вас в больничных палатах в наглую разгуливают тараканы? То, что тараканы наглые, это всё враньё. Скромнее животных я в своей жизни не видывал. Вот видите, они не только скромные, но ещё и вежливые и обученные. А чему вы их обучаете? Утки, что ли, подносить? Мы скоро выведем такой вид, которому под силу будет подносить не только уфки, но и другое медицинское оборудование. О каком медицинском оборудовании идёт речь? Ну, хотя бы скальпели. Наши тараканы вполне могут помогать хирургам на операциях. А как же санитария? Тараканы ведь разносчики заразы. Тараканы – самые чистоплотные животные на этом свете. Вы хоть раз слышали, чтобы человек заразился от таракана каким-нибудь заболеванием? Нет, не слышал. Вот именно. Я считаю, что тараканов необходимо реабилитировать и защищать, как самых редких и полезных животных на нашей Земле.